Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Прошедшая неделя для владельцев робота TradeRinger была неоднозначной. На одних счетах робот успешно выдержал просадку, и счета работают до сих пор. Ну, а на других счетах, к сожалению, торговля закончилась сливом счета. Вот в этом видео мы как раз и поговорим о результатах прошедшей недели. Давайте сделаем обзор демо-счета с депозитом 30 тысяч долларов. Данный счет работает с 13 мая. Прибыль на данный момент составила 14 тысяч долларов. Если посмотреть на график, то видно, что максимальная прибыль была получена на 31 июля. Это 79%, почти 80%. Но на протяжении последней недели, как видим, график идет вниз. И на данный момент прибыль составляет 46,93%. Если мы посмотрим с вами вкладку «Просадка», то увидим, что 1 августа просадка достигала 37%, 2 августа 46% и, наконец, на пике 5 августа просадка достигала почти 60%, 59%. Но, тем не менее, как видим, счет выдержал. Смотрим следующий демо-счет с первоначальным депозитом 50 тысяч долларов, который работает уже с 24 апреля. Прибыль на данный момент составляет 52 545 долларов, что в процентном отношении составляет 105% к депозиту. Если посмотреть результаты на прошедшей неделе, то видно, что красный график даже не опускается, а спокойно растет вверх. Если посмотреть вкладку «Просадка», то видно, что максимальная просадка на данном счете была 17 июня и доходила до 46%, но счет эту просадку выдержал, и просадка в начале августа, как мы видим, доходила максимально всего лишь до 7%, что, по всей видимости, говорит о том, что владелец счета использует достаточно консервативные настройки. Реальный счет с депозитом 7090 долларов. Работа на счете началась 16 мая, и с мая по конец июля, как видим, прибыль, в принципе, постоянно росла, и на максимуме доходила до 108% прибыли, но, к сожалению, как раз первая неделя августа подкосила счет и привела, как видим, к просадке, и прибыль уменьшилась до 47%. Если мы с вами посмотрим просадку, то увидим, что в конце июля просадка постоянно росла, 31 июля просадка доходила до 53%, 1 августа 57%, 2 августа доходила даже до 64%, но на данный момент на 7 августа составляет 29%. Как видим, на максимуме просадка доходила до 64%, тем не менее счет выдержал. Реальный счет с депозитом почти 85 тысяч долларов. Владелец данного счета использует достаточно консервативные настройки, и, как мы видим, первую неделю августа робот успешно пережил все просадки и сделал хорошую прибыль, и на данный момент прибыль составляет 22,77%. Просадка на данном счете 1 августа составляла 5,5%, 2 августа 9,82%, и на максимуме 5 августа составляла 20%. Но, как видим, счет в конце концов выдержал и принес своему владельцу достаточно хорошую прибыль в размере 19 тысяч долларов, фактически за полтора месяца. Реальный счет с депозитом 2855 долларов. Торговля началась 9 июня, и на протяжении времени, как видим, прибыль росла. Первую неделю августа данный счет благополучно пережил, и на данный момент прибыль составляет 46,76% прибыли. Если мы с вами заглянем в раздел «Просадка», то увидим, что максимальная просадка на данном счете составляла всего лишь 7,6%. 5 августа, то есть позавчера, просадка составляла 4,13%. Реальный счет с депозитом 12100 долларов. Торговля началась 3 июня, и, как видим, торговля шла уверенно вверх. На максимуме 5 августа прибыль составляла 103,92%, но, похоже, все-таки некоторое количество сделок было закрыто в убыток, и на данный момент прибыль составляет 81%. Просадка на данном счете 30 июля составляла 17%, 5 августа доходила до 39%, 6 и 7 августа 11%. Реальный счет с депозитом почти 85 тысяч евро. Работа на счете началась 27 июня, и, как видим, на протяжении июля прибыль очень неплохо росла, и на максимуме достигалось 70%. Посчитайте, 70% от 85 тысяч евро, это почти 60 тысяч евро за месяц. Неплохая прибыль, да? Но, как мы видим, с 5 по 7 августа произошел, похоже, слив счета. Если посмотреть историю операции, то видно, что слив данного счета произошел как раз сегодня, 7 августа. Итак, в 16.01 была закрыта сделка минус 23 тысячи евро, а в 17.33, то есть через полтора часа, были закрыты все остальные сделки с огромными минусами. Минус 20 тысяч 400 евро, минус 18 тысяч, минус 16 тысяч, минус 16, минус 14 тысяч, и минус 9 тысяч 224. Если посмотреть историю просадок, то видно, что именно сегодня, 7 августа, максимальная просадка достигла 81%, что, по всей видимости, и привело к сливу счета. Каким образом чувствует себя владелец данного счета, вложивший 85 тысяч евро, можно только догадываться. Это счет с депозитом 1000 долларов. Работа началась 25 июня. На протяжении июля прибыль стабильно росла, и на максимуме, на данный момент составляет 38% прибыли. Как видим, уровень просадки на данном счете минимальный. 18 июля, к примеру, просадка была всего лишь 5,6%, и 5 августа просадка была всего лишь 3%. Это мой реальный центовый счет с депозитом 400 долларов. Работа началась 18 июня, и, как видите, на протяжении второй половины июня и июля прибыль стабильно росла. На максимуме прибыль достигала 1 августа 59% прибыли, что, в общем-то, неплохо. Но, к сожалению, как раз 5 августа также произошел слив счета. Если посмотреть историю просадок на моем счете, 31 июля просадка составляла 38%, 2 августа 39%, и, наконец, к 5 августа составляла почти 100%. Первый слив моего центового счета произошел 18 июня. После этого я открыл новый счет и сделал настройку, чтобы торговля шла на трех валютных парах, для того, чтобы торговля была более консервативной. И, в принципе, на протяжении июня и июля, как видите, прибыль росла и на максимуме доходило до 59% прибыли. Что интересно, прошлую неделю робот в целом выдержал, хотя и просадка доходила до 50-60%, но в ночь с воскресенья на понедельник на рынке произошло какое-то там движение, хотя никаких красных новостей на это время не объявлялось, и, собственно, это привело к потере депозита. Как мы знаем, на данном роботе есть функция отключения на новостях, но, получается, она срабатывает только тогда, когда есть объявление о красных новостях. Но на рынке могут быть вот такие вот неожиданные движения, о которых в новостях не сообщается, и к таким неожиданным движениям робот оказывается просто не готов, и это может привести к потере депозита просто на ровном месте. Некоторые мониторинги, которые я рассматривал в предыдущих видео, на данный момент недоступны, по всей видимости, потому что владельцы данных счетов ограничили к ним доступ. А сделали они это, по всей видимости, потому что эти счета также были слиты, потому что если у тебя на счете хорошие результаты, то люди, наоборот, стараются хороший результат показать, а если доступ к мониторингу перекрывается, ну, скорее всего, это потому, что показать уже нечего. Вот комментарии за 2 августа пятница. Коллеги, есть кто слился на центовом счете? Есть. Четыре робота слились. Настройка была завышена? Умеренные стояли. Да там хоть какие бы стояли, не спасло бы. У меня в команде слилось 80 партнеров сегодня и вчера. Слил 2500, слил 1300, слил 4000, слил 2800, слил 17, 18500 слил. Пошел подальше робофорекс. 10 друзей к чертям слиты, даже с отключением автоторговли. Слил 6000, и все от 4 до 13000. Вчера вечером иена поперла вверх, австралиец вниз, и робот порвался. 100% доливка предварительно не помогла. Уровень маржи с 300% в ноль ушел в течение 10 минут. Кладем этого робота на полочку дальше пока. Да, так все и было. Робот бессилен против сильных движений. Если это движение против тебя, то слив обеспечен. Конечно, кто-то может сказать, что нужно просто сделать максимально консервативные настройки, чтобы робот смог пережить любую просадку, любые движения рынка и приносить прибыль. Но тогда встает момент окупаемости, потому что здесь, как мы знаем, немаленькая абонентская плата, 169 долларов в месяц, и владелец робота понимает, что если я сейчас делаю очень консервативные настройки, и с такими консервативными настройками, например, робот за месяц мне заработает 150 долларов, то этих 150 долларов не хватит даже, чтобы оплатить абонентскую плату. И тогда теряется смысл, собственно, во владении этим роботом. Не так ли? То есть получается, что наличие такой высокой абонентской платы заставляет владельцев робота делать настройки не максимально консервативными, а хотя бы умеренными, чтобы робот зарабатывал на абонентскую плату и чтобы инвестору что-то оставалось. Но с такими умеренными настройками, как мы видим, по приведенным выше примерам, очень многие счета в результате оказываются просто слиты. И при этом на рынке есть другие роботы, которые не требуют ежемесячной абонентской платы и, на мой взгляд, работают более стабильно, то есть не сливают счета. Есть трейдрингер, за который требуется платить немаленькую абонентскую плату, то есть, по идее, этот робот должен работать еще лучше, еще стабильнее. Но, к сожалению, мы этого не наблюдаем. Абонентская плата за трейдрингера у меня оплачена до конца месяца, поэтому, безусловно, я буду продолжать наблюдать за его работой. Но основной фокус по продвижению я буду смещать в пользу другого робота, который показал себя более стабильной работой, по крайней мере, за последние полгода я не слышал ни разу, чтобы он кому-то слил счет. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб Возможности безграничны